Всем привет друзья, с вами Варчик. В этом видео очень увлекательная тема, я расскажу про премтанчики, которые будут продаваться в новогоднем календаре. Каждый год картошечка перед новым годом продает премтанчики и большая часть из них, честно говоря, мусор. И меня лично этот календарь не интересует вообще, но вот остальных людей и моих зрителей как раз таки это и интересует. Поэтому видео чисто для вас, то что хотели вы, а не то что интересует меня, обычно я делаю видосы про то, что мне хочется рассказать и я считаю интересным. Но это видео чисто для вас. Все эти премтанки у меня есть, все откатаны и даже которых тут в этом списке нету, они тоже у меня есть. Я буду отталкиваться от мнения человека, у которого есть практически все премтанки в игре. Это мнение немного отличается от людей, у которых только несколько премтанков и они между ними там думают какой хуже, какой лучше. А у меня глобальное мнение про все премтанки, поэтому поехали. Первый в списке СОМУА-СМ. Довольно таки неплохой премтанк, барабанный, очень быстрый барабан, в котором много урона, но проблема танка в том, что броня практически не решает и танк не особо быстро ездит. Так в целом орудие хорошее и танк очень хорошо влияет на исход боя. С оборудованием 2.0 можно на него поставить, помимо стабилизаторов сведения, можно еще воткнуть турбонагнетатель и танчик, на удивление, реально начинает нормально ездить. Танк в целом хороший, но это не самый топовый, не самый сильный премтанк, но очень хороший. Задуматься о том, чтобы его взять, есть смысл. Следующий Лансен-Ц. Этот танчик послабее будет, он больше направлен на маскировочку, на скорострельность, но комфорта в стрельбе частично есть, из-за того, что пушка опускается и альфа 320 неплохо, но частично и нету, поскольку стабилизация не очень и пробитие пониженное. Это такой танчик, переходящий между ЛТ, который играет пассивно от маскировки, и СТ, который играет от башни от ДПМа. Довольно-таки интересный геймплей, но танк далеко не самый имбовый и сильный, тоже можно прикупить, но в целом надобности в нем особо никакой нету. Этот танк не мастхев, чтобы фармить и нагибать, он просто для разнообразия, кому нечем заняться видимо. Центурион МК-51 Рак. Это следующий наш танчик, который есть в этом списке новогоднего календаря. Вся проблема британских СТшек в том, что у них у всех одна и та же кривая конченая пушка на 230 альфы. У кого-то броня чуть лучше, у кого-то чуть хуже, кто-то чуть меньше, чуть больше, ездит чуть лучше, чуть хуже, но все они не очень быстрые и орудия подводят. Сейчас быстрые бои, очень много укрытий и всегда нужна большая альфа. Играть с малюпусенькой альфой 230 желания нет никакого, поэтому все СТ британские с таким орудием идут лесом в нынешнем рандоме. Есть любители британских СТ, но они явно не играли на всех танках в игре, поэтому этот танчик мне не нравится и вам я его не советую, как и остальные британские СТ. В нем только броня прикольная и больше ничего. Шкода Т27. Вся проблема этого танка в том, что он не особо поворотливый, орудие не опускается, он такой какой-то широковатый, большеватый, неуклюжий, стабилизация немножко корявенькая, пробитие пониженное. В общем и целом он не особо удобный и приятный, но у него есть фишка. Барабан, который практически мгновенно выплевывает свои снаряды и при должной снаровке. Если будете себе создавать нужные ситуации, танк может быстро и много накидывать урона. Но этот танк скорее для разнообразия, превозмочий научиться и поиграть на голде, понагибать рандом. В целом он не нужен большинству танкистов, только тем, кому нечем заняться и попробовать что-то новенькое. Рекомендовать этот танк смысла нет, он не для чего. Но если научиться, на нем можно понагибать рандом. Но рано или поздно его пониженного пробития и неудобства во многих параметрах будет уже не хватать для того, чтобы играть в рандоме. Если бы она выпускает еще больше имбовых танков, он потеряется среди них. ЛТ-4-3-2. Неплохая ЛТшка, очень часто горит. Если у вас есть скилл, на ней можно поиграться. Она прикольная, можно от рельефика, от башенки поиграться. Альфа, конечно, малюпусенькая. Есть немного там брони, иногда она что-то может. Но против жирных пушек лучше не лезть. Бодрая такая прикольная ЛТшка. Для любителей ЛТ активно покататься, можно попробовать. Но он очень часто горит. М41Д. Китайская ЛТшка, которая и не СТ, и не ЛТ. Просто непонятно что. Вроде бы прикольная скорострельная пушечка. Но танк огромный, маскировки особо никакой, как для ЛТ нету. Она просто слегка лучше, чем у СТ. Танк здоровенный. Сзади двигатель горит, спереди боекладка взрывается. Ну и обзор, как у всех. Танк не удивляет ничем. Зачем он нужен, непонятно. Играть на нем крайне тяжело. Можно, конечно, в долгих боях повлиять на исход боя. Но это очень сложно. На нем нужно нереально потеть. На мой взгляд, танк не нужен вообще ни для чего. В нем нет никакой фишки. Он во всем обычный, либо хуже. Лора 40Т. Быстрая ватная СТ-шка. С сильным таким барабаном. Немножко корявая по орудию. Но хорошее пробитие. Танк довольно-таки сильный. При должном скеле можно на нем нагибать. К рассмотрению для покупки танк годный. Следующая. М48А2. И еще какая-то там кракозябля нарисована. Это американский Паттон на восьмом уровне. С ковшом спереди. Если быть точным. С отвалом. Но у этого танка еще вместе с отвалом отвалились почти все параметры. Он слепой. Он не видит. У него нет обзора. Он не едет. Он не поворачивается. У него кривая пушка. У него пониженное пробитие. Этот танк просто помоище. И никакой особо брони отвал не дает. Этот танк один из худших на восьмом уровне. Этот танк самый последний. В списке на покупку. СТРВ-81. Британская плоская ПТшечка. Которая иногда при плохих пушках вражеских. Может что-то даже отбивать. Но в целом лучше даже не пробовать. Лучше играть от хорошей маскировки. Пушка имеет пробитие 288. Что вы не пробьете основным снарядом с таким пробитием. Вы все пробьете. Точность просто бешеная. Но есть один нюанс. В этом танке нужно переключать режимы. Походный, осадный. Один для езды. Один для стоять стрелять. Все. Вам нужно знать карты. Знать точки прострелы. Это геймплей не для всех. Но танк довольно таки прикольный. Единственное что успеете ли вы на нем поиграть. В нынешних боях по 2,5 минуты. Я такой геймплей не особо люблю. Но танчик довольно таки интересный. Е75 ТС. Сильный танк. Но не самый имбовый. Все очень просто. У него довольно таки кривая пушка. Хорошее пробитие. Альфа. Скорострельность. Но орудие просто кривое. И этот танк нереально огромный. Плюс еще у него есть какие-то скрытые. Такие. Малюпусенькие. Уязвимые зоны. Как ни крутись. Как ни становись. Всегда какая-то маленькая точечка. Будет для врага. Реально зеленой. Он ее сможет пробить. С любого орудия. Поэтому иногда кажется. Что этот танк бронированный. А иногда он пробивается. Просто повезло врагу. Очень много мелких уязвимых зон. По всему танку. Он просто хорош. Но неприятен в стрельбе. Брать или не брать этот танк. Решайте сами. На мой взгляд есть танки посильнее. Но этот в принципе тоже что-то может. Керварнан Акшен Икс. Прикольный интересный танк. Тем что пушка. Та же самая британская. С альфой 230. Но она точная. В отличии от пушек ОСТ. Это то же самое орудие. С малюсенькой альфой. Но очень лютая скорострельность. И есть стабилизация. То чего не хватает СТшкам британским. Но это тяж 8го левела. С помойной броней. И альфой 230. Такое реализовать крайне тяжело. Порой из-за этой скорострельности. Можно накидать много урона. Но в быстрых позиционных боях. Когда нужно размениваться альфой. Тут альфы никакой нет. И вы просто ничего в бою не успеете. Поэтому этот танк на любителя. Под определенные ситуации. И явно не имба. Просто нормальный интересный танк. Ну а для тех кто играет не очень. Слабый скилл. Они вообще не смогут это реализовать. Танк довольно таки сложный. ВЗ-111 Альпин Тигр. Это тот же самый обычный ВЗ-111. Китайский льготный. Тяж 8го левела. Из плюсов у него деструктор. Который чуть лучше. В плане точности. Чем остальные деструкторы. Это орудие так называется. Для тех кто недавно в танках. Но в целом у него не сильно много брони в корпусе. А на башне есть лючки. Которые тоже можно пробивать. Он неплохо едет вперед. Неплохая максималка. Но в целом танк довольно таки сложный сейчас. Поскольку много карт со всякими буграми. Они перекопанные. И орудие не опускается. Но вот на картах где рельеф ровный. Но много кучек с мусором. Там вроде бы прикольно. Можно поиграться. Можно даже с СТшками на фланг поехать. Но танк легким нельзя назвать. Нужно все время подбирать рельеф для стрельбы. Думать о том пробьют вас не пробьют. Потому что брони не слишком много. Да и льготные танки. Очень сильно зависят от балансировщика. Поэтому танк такой. Вроде бы и не помойка. Но и рекомендовать тоже не буду. ВК-7501К. Очень интересный танк тем что у него огромная альфа. Больше чем у одноклассников. Но заднее расположение башни не всегда удобно. Орудие не слишком сильно опускается. На голове лючок легко пробивается. Как этот танк не поверни когда ромбуюсь корпусом. У него всегда есть уязимая зона. Брони не слишком много. Поэтому танк скорее не нужен чем нужен. Он слабоват. Рекомендовать не буду. Объект 703 вариант 2. Советская двустволка тяжелая. Это самый сильный премтанк. Который будет продаваться в этом новогоднем календаре. Из минусов у него так себе опускается пушка. Больше минусов у этого танка нет. У него все нормально. Там с обзором. С альфой. С пробитием. У него великолепная стабилизация. И очень классная броня. У меня на этом танке один из самых высоких процентов выживания. У некоторых такого процента побед нету. Как у меня процент выживания на этом танке. Он нереально сильный. Живучий. С классной пушкой. Для любителей тяжелых танков. Рекомендую. М6А2Е1. Против 6-7 лвлов. Это очень бронированный классный сильный танк. Который танкует лбом. Но даже против восьмерок. Не говоря уже против девяток. Это танк мусор. Потому что он даже в ВЛД пробивается. Какие нибудь ПТ-8. Будут просто вас пробивать в силуэт. Если у врага есть пробитие 250. То у гуся получается, что нет брони вообще в танке. И играть неприятно. А сейчас повышенное пробитие есть много у кого. А можно еще и голду зарядить. И тогда гусь превращается в мусор. А гусь это тот танк, который пол боя куда-то катится на фланг. Приезжает. И если его в силуэт пробивает, то становится грустно. Очень сильно зависит танк от балансировщика. Только в топе он играется приятно. Лев. Его апали в какой-то момент. Он стал бронированней. У него классное орудие. Но не сильно быстро заряжается пушка. Она опускается. Она точная. Много пробития. Но альфа не сильно большая. Танк в целом прикольный и интересный. Но главный минус в том, что он очень медленный. Танк неплохой, но не слишком подходит под нынешний геймплей картошки. Слишком он медленный. Но позиционно, когда он занял позицию, он очень силен. Его тяжело убивать. Для любителей медленных тяжелых танков можно приобрести. Для остальных проходим дальше. Рейн Мэтл Скорпион. Без покраски. Я уже давно жду, когда картошка сделает возможность снять мой рыжий камуфляж со Скорпиона Гэ. Потому что меня уже от него поташнивает. Эти полосочки дурацкие мне уже просто поднадоели. И на Европе в какой-то момент можно было в техподдержку написать и попросить снять камуфляж. Не знаю, есть ли у нас такое. Но да ладно. Скорпион до сих пор классный. У него мало хп, он ватный, он большой. Но это все не важно. Он быстро едет вперед, у него есть башня. Да, она медленно вращается. Но в принципе, когда вы кемперите сдалека, это не суть. Да и можно корпус повернуть. Все равно, не важно какой стороной мы стоим к врагу, мы все равно везде пробиваемся. Главная фишка танка в том, что альфа 490, пробития много. Точность хорошая, сведение хорошее. Да, стабилизация не очень, но с быстрым сведением не важно. Буквально 2 секунды постоял и можно стрелять. Танк клевый тем, что он до сих пор просто ездит в любом уровне боя, не важно внизу или вверху списка, и просто бахает по 500. Все. Мне этот танк до сих пор нравится, играется на нем легко. Могут возникнуть трудности, если вы плохо берете упреждения. У танка медленно летит снаряд. Но лично для меня это не минус. Это больше интереса и азарт во время стрельбы. Просто больше берешь упреждения и все. Да, это сложнее стрельба. Когда снаряд летит быстрее, стрелять намного легче. Но это все зависит от скилла. УВЗ-121ГФТ. Сильный китайский премпт без башни. Очень ДПМная пушка. Неплохо опускается орудие. Танк очень низкий и есть броня во лбу. Но эта броня чаще спасает от орудий с низким пробитием. У кого пробития много, они эту броню вообще не замечают. Поэтому имейте ввиду, на кого вы упаруетесь. Этот танк имеет еще и хорошую маскировку. Если на нем научиться правильно играть, не только кемперить, но и быстро, динамично менять позиции, обманывать врагов, заезжать и заставать их врасплох, можно нереально много набивать урона. Потенциал к высокому среднему урону у этого танка очень хороший. Танк прикольный и интересный, если вам нравится ПТ без башни для активного геймплея. Т-103. На мой взгляд это какой-то недоскорпион. Тоже есть пробитие, большая альфа, медленно вращается башня. Но танк очень большой. И он медленоватый. Броня есть во лбу башни, но на голове есть лючок, который всю эту броню превращает в пыль. Танк слабоват. На фоне остальных ПТ он не нужен. Ну и АМХ-13-57. На голде повеселиться на седьмом левеле, понагибать рандом, если вы любите ЛТ. В принципе вот такой вот новогодний календарь, судя по каким-то там сливам. Очередность этих танков по-любому неправильная, но скорее всего эти танки будут продаваться. Если будет какой-то танк не из списка продавать, просто заходите ко мне на стрим и задавайте вопросы, нормальный танк или нет. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.